Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Помидорка за решеткой. Меня зовут Дима, мы продолжаем проходить yesterday. Так, в предыдущей серии мы нашли дневник, и давайте попробуем что-нибудь с ним сделать. О, с ультрафиолетом получилось. Так, хорошо, а еще что-нибудь масло? Нет. Стержень. Твою, налево. Стержень. Нет. Это я даже не понял, что это такое. Монокль. Ножницы. Ножницы. Окей. Так, резинка. Ну, опять, наверное, под ультрафиолет, хотя непонятно зачем. Под ультрафиолетовой лампой ты не можешь рассмотреть ничего нового. Ты, не натягивая, обматываешь резинку вокруг шестиугольной палки. Так, а теперь, если ультрафиолетом... Спортанцы использовали сциталу для шифрования сообщений. Ага, это и есть сцитала. Отправитель обматывал полоску кожи вокруг стержня и записывал сообщения. Вестник получал полоску с текстом, который нельзя было прочесть без помощи сциталы, и доставлял ее получателю, у которого был точно такой же стержень, как у отправителя, чтобы расшифровать сообщения. Церковь святого Фергюса, Инверлох Вудс, Шотландия. Ты получил, что хотел. Тебя здесь ничто больше не удерживает, но... Кое-кому ты обязан все объяснить. Амнезия? Меня отравили. Ртутью. Много еще вопросов, но есть и ответы. Благодаря дневнику твоего отца, Генри Уайт будет... Генри Уайт будет доволен, когда это сделает. Давай, дневник, или я убью девчонку, как убил ее отца. Ну не боже! Ух ты ж, епты ж. Блин, и мужа, и... Мх ты, козлина ты. Козлина ты, понял ты кто? Выходи, ублюдок. Не понял. Выходи, или я убью девку, а тебя еще раз заставлю глотать ртуть. Мы что, сныкались, что ли? Мы сныкались, да. Но выход отсюда есть только здесь. Заперта на ключ. Ну-ка, может мы что-то пропустили? С крестом ничего не надо делать. Ящик. Ты уверен, что он сообщается с одним из ящиков за прилавком. И приоткрываешь дверцу, стараясь не шуметь. И действительно, ключи там. Девочка, я это положила. Ключи. Молодец, умная. Ты пробуешь ключ за ключом, и, наконец, находишь подходящий. Дверь открыта. Выходим. Ты осторожно приоткрываешь дверь, и... Не понял, что такое? Тут раздается пронзительный скрип. Скрипи! А, ну это тогда тоже очевидно. Масло. Ты поливаешь дверные петли масла. Может, ты перестанешь скрипеть. Окей, выходим. Ты осторожно приоткрываешь дверь, и... И что дальше? Так. А, самурайский меч. Точно, точно. Самурайский меч. Ну да, это мы уже слышали. Так, загрузка идет. Что произойдет сейчас? Три месяца в поисках смерти. Нормально. Возможно, умереть тебе не судьба. Ну, это флешбек какой-то, да, воспоминание. И куда же ты, родной, шел? Учитель. Меня зовут... Ты опоздал. Молодец. Бритва. Так, нас побрили на лысо, и вообще и бороду сбрили. Нормально. Идет снег. И он учился. Учился. И в солнечный день. Учился. И в пасмурный. И во время дождя. Ты нашел, что искал? Я уже не ищу. Я даже не помню, что искал раньше. А, твоя память. А теперь? Теперь-то ты чего ищешь? Твоих наставлений. Забирай. А владение мечом? Ты не готов. А чувство неведомого? Ты не готов. Когда я буду готов? Принеси мне цветок истины. Блин, что за цветок? Ты не научишь меня использовать чувство неведомого? Принеси мне цветок истины. Так, у нас с собой катана и бритва. Ну-ка, что тут используется? Значит, берем. Ни книга, ни горшок, ни вазочки тебе. Окей, здесь что? Тебе запрещено надевать свою одежду. Пока. Здесь что? Ты предпочитаешь не трогать дракона Яка, чтобы... Ты уже выпил свою ежедневную порцию, но кружку для воды ты, конечно, можешь взять. Открыть окно не получается. Ты не можешь до него дотянуться, а учитель не разрешает становиться на алтаре. А если мечом? Ну, катаный. Ты протягиваешь руку и открываешь окно с помощью катана. Хорошо, а что это нам дает? Так, выходим, ладно, к черту. Так, что тут? Курильница слаблена. Она никогда не гаснет. Вряд ли тебе будет нужна курильница. Хорошо. Так, что здесь? Тебе не нужно... Не понял. Подожди, подожди. Куда ты? Выходи отсюда, е-мое. Вход в комнату для медитации. Ножом ты откручиваешь железные чудовищ, которыми украшены двери. Так, что за железные чудовища? И что это такое? Сейчас вещи на столе тебя не интересуют. Не влезь. Не влезь. Окей, так. С тех пор, как ты здесь, там не садилась ни одна птица. Птица. Его ветви усыпаны цветами истинами. Ага, вот он, цветок истинный. Хорошо. Слишком далеко. Ну да, прыгать не резон вообще. Так, что у нас тут? Это что? Покрывшая землю ледяная корка мешает тебе вырвать мертвую жизнь. Так, окей, это что? Сани тебе не нужны. А вот веревку, которой были связаны твои пожитки... Веревка, хорошо. Так, здесь слишком много всего. Ох ты ж, епты ж. Это что? До знакомства с анатиком ты еще мог рассматривать такой прыжок? Так. Тебе не удается... Ага. Ни хренашеньки. Ты не... Тебе не нужен ни мешок, ни те крохи соли, которые... Ты берешь эти четыре доски. Они еще не сгнили, хотя... Окей, что еще есть? Больше ничего не вижу. Так. Доски. Ты собираешься привинтить что-нибудь к доскам. У тебя не хватит шурупов, чтобы привинтить накладки к доскам. Так. Нужно найти еще шурупы. И тогда, наверное, мостик можно будет сделать. Или хрен знает что. Здесь нет ничего, что ты... А что это такое? В некоторых местах на парапете есть небольшие углубления. А нахрена они? Так. Может, ты мне шурупы дашь? Почему мне нельзя взять катану, учитель? Возьми. Я могу ее забрать? Если вынесешь ее отсюда, я заменю голову Яка на твою. Ага. А так мы же выносили вроде как. Что такое чувство неведомого, учитель? Это просто умение драться в темноте. Но чувство неведомого звучит гораздо таинственнее. Разве нет? Да уж действительно. Цветок истины. Что такое цветок истины? Обычный цветок с обычного куста. Но для тебя он станет еще одним дурацким испытанием. Офигенный учитель. Так, гнездо научись. Мне кажется, цветок истины есть на ближайшем утесе. Как раз над гнездом. Верно. Но летать ты не умеешь, так что тебе придется нелегко. Думай, юный ученик. Причина. А почему я должен принести вам именно цветок истины? Этим ты докажешь, что обладаешь мудростью, терпением и упорством. Без них чувством неведомого не овладеть. Да я супер медбоя прошел. Знаешь в чем дело? Нам, учителям, нравится чувствовать себя богами. А боги обожают налагать нелепые запреты. Не ешь от этой яблони. Не работай по субботам. Лезь туда. Окей, так. Куреница с Ладаном. Почему куреница на террасе всегда есть Ладан? Потому что его аромат проникает в душу. Показывает нам наше внутреннее я. И помогает слиться со вселенной. Понятно. Ах, юный ученик. Тебя так приятно разыгрывать. Козлина. Что сыграем? Во что? Сыграем. Во что сыграем? Реши сколько пальцев ты выкинешь. Не знаю. Давай. Три. Попробую угадать сколько пальцев выкинете вы вместе. Он один что ли выкинул? Или это пять? Вот это кстати тени за окна походу. Восемь? Не знаю. Может ты врешь. Но я говорю. Четыре. Открываем. Козел. У него один. Ты выиграл. Я прибавлю стакан воды к тем, что ты мне уже должен. Сыграем? Сыграем. Я выкину ноль. А у него пять. Мы выкинем пять. Не знаю. Может ты и врешь. Но я говорю. Шесть. Открываем. Ты выиграл? Ладно. Выбирай одну из трех моих сокровищ. Першиство. Память о легендарном чудовище. Маленькие слабости. Что за маленькие слабости? Ты получишь что хочешь. И че это было? Че мне дал-то? Так, так, так. А, шо... Маленькие слабости. Это шурупы. Игры на сей. Шурупу стало больше. Ну-ка. Ты используешь нож... Да, теперь получилось. Привинчиваешь накладки к доскам и... Маленькие слабости. Ухууу! Так. Ну я хотел, чтоб... Я думал выковырять чего-нибудь из него. А он, блин... Ах, козел. Взял, положил этот меч туда. Ну ладно, может так оно и надо было. это не поможет добраться до гнезда ну как а может верев она веревка на стакан на кружку не влезет и не станешь класть это в кружку вот блин но сюда мы не ходили по моему да здесь мы не были так и чё такое молитвенные барабаны значки на них это мантры и вращаешь барабан поверяя ветру изображенные на нем молитвы ночью кто-то украл веревка у меня есть веревочка бревно слишком тяжелые и не сможешь поднять его в одиночку оба конца бревна должны находиться на одной высоте иначе от него не будет никакого ту зерно и овощи ты взять сможешь и берешь пригоршню кукурузных зерен зерна мешок можешь взять и берешь только один мешок тогда мы сможем сделать рычаг да так она есть ну-ка ну вот это тоже было очевидно немножко глупо конечно так ладно веревка есть только на хрена ладно починили зачем нам зерна не станешь класть это ты не станет зачем нам зерна вот это все так стукнем что ли и чё произошло птичку показывают ага мы вернули птичку окей так с этой помощью помощью наверное вернем цветов я сказал что тебе хватает и ума а не все что ли хорошо а потому я пожалуй попробую научить тебя искусство владения меча ты узнаешь как чистить его уклоняться блокировать нападать выбивать меч и прощать интересно так и мы вернулись по моему музей а нахрена нам тогда были семена и кружка так все просчитано и то это эта матрица почистили выбили пистолет уклонились блокировали напали выбили и простили надо все как и учил нас учитель так а дырка во лбу у него молодец как она так метко выстрелила я еду в нью-йорк общаться с этим борисом трясущимися руками там все дела собирай все что было у твоего отца по алхимии и отправляйся в шотландию прям между глазом мы встретимся с тобой в аэропорту инвернесса и вместе найдем эту церковь договорились люди которые мне советовали говорили короткая игра просто поверь мне а я теперь не хочу чтобы она была короткая да я вспомнил одну очень важную вещь да я люблю тебя очень молодцы я вас всегда верил хэппи дейл это нарушение правил нашей больницы только регулярные пожертвования мистера Уайта и совершенно безнадежный случай Бориса побудили меня дать разрешение на этот эксперимент Борис не тот ли это Борис не касайтесь не будите и не расстраивайте его это Потап в случае чего зовите Эрни санитара он знает что делать удачи мистер Улис Потап привет Борис Чок да это тот Борис охереть ты задержался но я знал что ты придешь после того что ты для меня сделал нет Борис нет я ты все забыл меня пытали в том цехе ты наверное не помнишь туда вообще можно было попасть только через крышу ты тогда забрался на ту трубу и сделал это на какую трубу чё за херня вообще сделал что ты должен попасть внутрь цеха чтобы спасти Бориса ну окей чё что ты можешь потерять ничего у тебя ничего нет ты замираешь на несколько мгновений закрываешь глаза делаешь глубокий вдох нервно улыбаешься знаешь что это последнее что ты делаешь в этой жизни как всегда вопрос только в том есть ли жизнь после смерти и что происходит ну чё он не прыгнет наверное да или прыгнет а чё он весь в крови все запутано полети ух ты шью я был этим ты умер за меня очок а потом спас меня не понимаешь зашибись я не умирал со всей очевидностью я не умер но как я выжил не как чок ты умер совсем умер чок ты такой чок по голосу когда ты помолодел у тебя был такой же голос ага то есть переродился что ли кто тебя пытал двое толстый и тощий паршивый ну понятно купер и и блондинчик расскажи о толстике он взялся не пойми откуда и разрядил в тебя всю обойму последняя пуля попала прямо в лоб расскажи о тощем расскажи о тощем генри уайт ты начал развлекаться и припугнул его тогда он был похож на ягненка на заклании но кто ж знал что он гнусный садист эх эх а как мы туда попали ты не помнишь значит ты с тех пор еще раз умирал не знаю почему ты все забываешь после смерти глупость какая то мы приехали в фургоне похитителей перед этим они убили тебя но ты воскрес но не стариком а молодым и у тебя был голос как сейчас ты сорвал ленту которой мне заклеили рот и я ввел тебя в курс дела шикарно ты просто псих как я мог воскреснуть это ты у нас со странности мечок я то еще ничего нормально Борис я живу на станции Кэдвэй я я твой единственный друг я ничего не помню не знаю кто я ты чок ты бессмертный то есть нет ты сначала смертный а потом раз и нет шикарно есть ли смысл в таком бессмертии когда ты при гибели забываешь все при возрождении точнее что им от нас нужно я знаю только что они не хотят философский вопрос а если они врут надо бежать идем не могу чок нога сломана беги ты ну да ногу там нормально давай ногу там нормально шизанули и и надо их вытащить да помощники чёрт чёрт козёл а второй где прекрати купер куда делся чёк ты плохо закрыл багажник дверь открылась и труп выпал я поищу его мне ехать с тобой жди здесь и смотри чтоб второй не сдох когда вернусь он должен быть живым ты понял угу угу интересное кинцо получается решёточка под электричеством ты мог бы сразу же смыться подальше кем я для тебя был ты не помнил меня и не верил мне но ты решил спасти меня чок так ладно спасать его будем в следующей серии всем спасибо за просмотр и всем пока друзья